Политологи и экономисты Турции и других стран пророчат Турецкой Республике большое будущее. Говорят о том, что с 2023 года страна начнет активно развиваться, а уровень жизни прогрессивно начнет приближаться к европейскому по уровню зарплат. С чем же это связано? Обсудим сегодня. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, разберемся. Сто лет назад, после распада Османской империи, турков вынудили подписать Лозаннское соглашение. Договор обеспечивал всем странам свободный проход через пролив Босфор и Дарданелла. Также в Турции был наложен 100-летний мораторий на добычу нефти и полезных ископаемых на территории ее же страны. Из-за чего Турции приходилось покупать сырье за рубежом. Но в июне 2023 года действия Лозаннского соглашения заканчиваются и у Турции развязываются руки. Теперь Турция сама будет решать, кого пропускать через Босфор и Дарданеллы. Проливы будут только под контролем Турции. И другим странам придется с ней договариваться для прохода своих судов по этим проливам, что позволит Турции устанавливать свои условия и придумывать какую-нибудь цену, из чего появляется еще один источник дохода турецкой казны. Также теперь Турция сможет добывать собственные полезные ископаемые из своих недр и не закупать их за рубежом. И наладить свой собственный сбыт нефти, газа и другого сырья. Что может привести к огромному скачку в экономике страны. И кстати, вот они уже и заявили о том, что они нашли место на рождение и нефти, и газа. Да, неожиданно к концу этого договора. Кстати, с проходом по Дарданеллам, допустим, в России, они уже начали диктовать свои условия, требуя дополнительную строковку. Ну да, да. Не только Россию, кстати. Они уже начали готовиться к этому. Да, да. Так протестировать же надо, чтобы в июле уже по полной. Ну да. Что же все это может значить? Расскажи мне. А я сейчас вам расскажу. Это значит, что Турция однозначно постепенно станет более влиятельным государством. Страна станет богаче, а уровень жизни населения станет постепенно повышаться. В стране частично снизятся цены на коммунальные услуги, особенно на покупаемый газ. Вот это вот вообще класс. Также продолжит расти и развиваться рынок недвижимости. И те, кто успел ложиться в недвижимость в этом году, останутся в хорошем плюсе. А если он успел ложиться в прошлом году, то он раза в три, а то и шесть выиграет. Ну и принимать страна будет не всех. Сложнее будет получить гражданство. И меры по усложнению получения гражданства уже ужесточили в 2022 году. Подняв стоимость инвестиций за золотой паспорт с 250 тысяч долларов до 400 тысяч долларов. А также установив минимальный порог стоимости недвижимости для иностранцев с целью получения ВНЖ в 75 тысяч долларов. Когда до этого не было вообще никакой суммы конкретной. Какой уходишь, такой покупай недвижимость. ВНЖ у тебя в кармане. А с 2023 года ужесточили условия получения золотого паспорта Турции. Сейчас же ужесточают правила получения ВНЖ на основании туризма по аренде квартиры. И по всей видимости Турция постепенно превращается из страны с легким оформлением ВНЖ, дешевым жильем и недорогой жизнью в страну, куда попасть будет не так-то просто. Свои комментарии пиши в комментарии. Также там можешь написать вопросы. Если у тебя какой-нибудь анонимный вопрос, всегда можешь их написать на нашу почту. А также там у нас есть сайт под видео, куда можно обратиться с вопросом о поисках жилья. Всех обняли, подняли и немножечко хрустнули. Всем пока. До свидания.